Здравствуйте, вы на канале Ассоциация защиты животных и сегодня я расскажу вам, как ухаживать за пожилыми крысами. Продолжительность жизни крыс около 2-3 лет и когда крысам исполняется 1,5-2 года, они уже не такие активные, больше спят и их можно считать пожилыми. В этом возрасте грызунам нужно уделять чуть больше внимания. Пожилые зверьки меньше двигаются и больше спят, поэтому их нельзя перекармливать, так как это может привести к ожирению. Обязательно в рационе должны присутствовать свежие овощи и фрукты. Очень полезно давать пророщенные зерновые. Иногда у пожилых крыс случается инсульт, вследствие чего крыса не может держать зернышки корма в лапах и у нее наблюдается потеря координации. Если с вашей крысой случилось подобное, как можно скорее обратиться к ветеринару. Так как многие крысы с возрастом слепнут, либо их зрение и слух значительно ухудшаются, пожилые животные нередко испуганно реагируют на внезапные движения и могут укусить, когда их берут на руки, так как не ожидают прикосновения. Чтобы этого избежать, нельзя брать крыс сверху. Вместо этого следует держать ладони перед зверьком или привлечь внимание крысы к себе, например, голосом. Зверька можно поднимать вверх только после того, как он почувствует руку. Чтобы избежать проблем с ориентированием у крыс с нарушением зрения, нельзя изменять внутреннее обустройство клетки. Во время выгула тоже нужно использовать знакомые животному пути. Об этом нужно помнить, особенно после чистки клетки, в результате которой удаляются метки, оставленные крысой. Крупные и тяжелые самцы нередко страдают в старости от паралича задних конечностей. Животные по-прежнему хотят залезть в любое место, но часто уже не могут это сделать и падают или застревают на весу. В этой ситуации поможет перестройка клетки. Крыса должна иметь возможность без проблем попасть в любой угол своего жилища. Некоторые зверьки не могут подняться достаточно, чтобы достать до поилки. В этом случае рекомендуется ставить дополнительную миску с водой. Ветки и лесенки нужно заменить на максимально пологие деревянные пандусы, так как существует опасность, что зверек подскользнется на перекладине. Чтобы обеспечить крысе дополнительную возможность удержаться на пандусе, можно прикрепить к его поверхности маленькие планки ступеньки или покрыть пандус ковриком. Дополнительно делается боковое ограждение, чтобы удержать крысу с парализованными задними конечностями от падения в бок. Чтобы сделать повседневную жизнь в клетке для пожилых крыс наиболее спокойной, рекомендуется максимально сократить путь между различными уровнями. Например, с помощью этажей, домиков или гамаков. Гамаки и тряпочные домики нужно подвешивать таким образом, чтобы животные могли без проблем входить в них и выходить обратно. Важно обезопасить клетку на случае падения, чтобы вероятная высота падения не превышала 15-20 сантиметров. В качестве страховочных поверхностей можно использовать гамаки. Для групп, состоящих исключительно из пожилых крыс, можно продумать изменения высоты клетки, чтобы вообще исключить вероятность падения. Но такое решение должно приниматься исходя из общего состояния и подвижности крыс в конкретной группе. В качестве альтернативы можно класть на пол клетки покровала из флиса, чтобы смягчить возможное падение. Такие покровала очень популярны у крыс и в качестве мягкого спального места. Для старых крыс важнее максимально большое основание клетки, чем ее высота, так как таким зверькам очень сложно карабкаться вверх и спускаться вниз. Этот момент нужно продумывать на стадии выбора подходящего жилья для крыс. Даже крысы с парализованными задними конечностями должны получать регулярный выгул вне клетки, хотя и в этом случае их нужно обезопасить от возможных падений. Кроме того, если позволяет пространство комнаты у зверька должна быть возможность самостоятельно вернуться в клетку. Другая проблема, связанная с параличом задних конечностей у крыс, заключается в том, что такие животные уже не могут полноценно ухаживать за собой. В этом им должен помогать хозяин. Шерсть можно осторожно почистить с помощью мягкой детской или зубной щетки. Многие крысы довольно быстро привыкают к такой процедуре. Некоторым легкий массаж даже очень нравится. Серьезные загрязнения можно удалить с помощью воды и влажной тряпочки или губки. В крайнем случае можно даже использовать мягкий шампунь для детей. При этом нужно обязательно помнить о том, что после каждой такой процедуры крысу нужно вытереть насухо, чтобы избежать простуды. Гораздо меньше крысы любят гигиенические процедуры в области гениталии и живота. Однако они необходимы, если крыса уже не может чиститься самостоятельно. Такие процедуры тоже хорошо проводить с помощью мягкой губки и чуть теплой воды. Также хороши чистящие салфетки для младенцев. Кроме того, важен регулярный контроль состояния глаз, ушей, зубов и когтей, а также осмотр подушечек лап, на которых может возникнуть пододерматит. Такой осмотр можно производить во время ежедневного выгула за несколько минут, а после процедуры выдавать крысе маленький кусочек лакомства. Обычно крысы чистят свои уши с помощью задних лап. Если зверек не может осуществить эту гигиеническую процедуру самостоятельно из-за проблем с конечностями, ему может помочь владелец. У ветеринарного врача можно получить специальную жидкость для чистки ушей. Видимый ушной жир можно удалить с помощью ватной палочки, смоченной косметическим маслом для младенцев. При этом нельзя проникать внутрь уха, так как это может привести к повреждению барабанной перепонки зверька. Слишком длинные когти нужно укорачивать, иначе они начнут закручиваться внутрь и врастать в подушечки лапок. Как правильно стричь когти у крысы, можете узнать у ветеринарного врача или опытного владельца крыс. Важно следить, чтобы когти не отстригались слишком коротко. При хорошем освещении очень хорошо видны кровеносные сосуды, их ни в коем случае нельзя задевать во время такой процедуры. Если же кровеносный сосуд все-таки задет, нужно обработать это место хлоргексидином или перекисью водорода. Часто пожилые крысы резко худеют, из-за того, что ослабленный нюх и вкус снижают аппетит, либо животное не может есть твердую пищу. В первую очередь нужно обратиться к ветеринарному врачу для проверки резцов, их длины и положения. При необходимости зубы нужно подрезать. Чаще всего зубы сильно отрастают из-за того, что питомец слаб и не успевает их стачивать. Если пожилые животные являются членами большой группы, состоящей из разновозрастных крыс, нужно следить, чтобы старички получали достаточное количество зернового и свежего корма. Например, можно кормить пожилых крыс отдельно, либо во время выгула давать им дополнительную порцию корма, так как они часто едят медленнее своих молодых собратьев. Также похудевших зверьков можно подкармливать кашей для младенцев. Для этого можно использовать специальные каши для малышей от 4 месяцев. Каши для детей постарше содержат слишком много специй. Также следует обращать внимание на наличие в описании к продукту слов «регулирует стул», чтобы избежать поноса или запора. Сильно худеющим крысам можно предложить витаминную пасту. Другой вариант – перемалывание привычного корма, например, в кофемолке. Полученный таким образом порошок можно разводить водой до получения кашицы, которая съедается быстрее, чем твердая пища. Так, крыса получает необходимые питательные вещества. Время от времени можно давать зверьку витаминные препараты, которые нужно предварительно обсудить с ветеринаром, так как передозировка определенных витаминов может навредить животному. В общем же пожилых животных можно уже немного попалывать при кормлении, однако сладости и человеческая еда по-прежнему остаются в списке запрещенных продуктов. Очень важно следить за тем, чтобы старички получали достаточное количество влаги. Если животные мало пьют, можно повесить дополнительную поилку с разбавленным фруктовым соком без сахара или чаем из фруктов или трав. Это поможет увеличить потребление влаги. Летом именно пожилые крысы особенно сильно страдают от высоких температур, поэтому важно поддерживать подходящий климат в комнате, где находятся крысы, чтобы избежать их перегрева. И вообще нужно следить, чтобы крысы в возрасте испытывали минимум стресса и проживали свою старость в привычной обстановке. Пожилые крысы нередко становятся более доверчивыми и ласковыми, и очень любят общаться со знакомым человеком. При первых признаках болезни или ухудшения состояния, пожилую крысу нужно сразу показать ветеринару. Если до сих пор спокойный зверек вдруг начинает кусаться, это может быть первым признаком боли и недомогания. У пожилых крыс иммунитет хуже, чем у молодых животных, поэтому особенно важно при малейшем изменении в состоянии зверька обращаться к специалисту. Владельцам пожилых крыс рекомендуется регулярно показывать своих питомцев ветеринарному врачу для общего осмотра, чтобы вовремя заметить, например, проблемы с сердцем. При условии обеспечения комфортных условий даже в таком состоянии крыса вполне может прожить несколько месяцев. Надеюсь, что эти рекомендации помогут вам избежать многих проблем со здоровьем ваших любимцев и скрасить их старость. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! До новых встреч!